Мы вновь в эфире. Объединить сервисные и информационные услуги для начинающих предпринимателей. В районах Казахстана предлагает нацпалата Атамикен. Об этом сегодня заявил Раимбек Баталов во время заседания правительства. Сейчас там работает моя коллега Сабина Рахимбай. Сабина, приветствую. Расскажи подробнее о мерах поддержки бизнеса. Здравствуйте, Арестан. Я начну с того, что перед началом заседания глава Кабмина выступил с заявлением. Он отметил, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. И в этой связи подчеркнул, что иностранным гражданам оказываются все услуги в рамках закона. И отметил, что ценности выше интересов народа нет. Необходимо также, по его словам, урегулировать ситуацию на рынке арендного жилья и оказать содействие в трудоустройстве приезжих россиян. Позже выступил министр нацэкономики Альбек Куантыров. Он рассказал о реализации национального проекта по поддержке предпринимательства. В целом, работа ведется согласно плана. Создано 320 тысяч новых рабочих мест. Основам предпринимательства в рамках проекта «Бизнес Бастао» обучились больше 33 тысяч человек. И по итогам прошлого года почти 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационно-консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса. Далее выступил председатель нацпалаты Атамикен Раимбек Баталов. Он рассказал как раз-таки о том, что он как раз-таки выступил с предложением вести адресное обучение предпринимателей в сельской местности. По его словам, таким образом, бизнес будет более устойчивым и эффективным. К примеру, если в каком-то из районов развивается овцеводство или бахчеводство, то стоит вести обучение по специализациям. Пока у меня к этой минуте все. Прямо сейчас выступает министр сельского хозяйства. Более подробнее о заседании правительства я расскажу в следующих выпусках. Будем ждать свежей информации. Спасибо. Издание правительства с нами на связи была Сабина Рахимбай.